Привет-привет, с вами Алена. У меня тут пальчик с титановой нитью на руках, представляете? Обычно это делается на ногах, но тут все произошло немножко нестандартно. В общем, случилась травма, был анихолизис, была сделана зачистка, ноготочек стал потихоньку отрастать и произошло неожиданное. Ну, на самом деле, такое редко, но бывает, когда именно, кстати говоря, на безымянных пальцах чаще всего мы с этим сталкиваемся, что ногти после анихолизиса начинают вырастать. Поэтому было принято решение поставить коррекционную систему, девочки мои поставили, сделали тампонаду, и вот прошло какое-то время. Хочу сказать, что клиентке стоило прийти чуть раньше, но то ли по времени не было, то ли как-то так получилось. В общем, пришла она позднее. И что я вижу, коррекционная система действительно сработала, она прям неплохо так раскрыла ноготь, и он стал шире, чем все остальные. Но это ничего страшного, арка вернется, он встанет на место, а вот по бокам случились гематомки, потому что титановая нить очень сильно тянула. И тогда я подумала, что, скорее всего, нужно было здесь сразу делать протезирование, потому что ноготь оказался очень мягким, очень подвижным, и титанка его просто быстро растопырила. В общем, это тот случай, когда, наверное, была применена неправильная техника. Безусловно, это не смертельно, это не критично. Может быть, все-таки надо было поставить просто на меньший срок, в общем, это будем выяснять. Еще будем учиться. Напоминаю, что видео не является обучающим контентом. Я показываю кусочки нашей практики, как мы работаем, что у нас бывает, и у нас бывают всякие промашки вполне. Но зато у меня есть новая присыпка от Атис. Она как раз только приехала, я сейчас ее тестирую. Будем чистить пальчик и приводить его в порядок, а дальше его запротезируем специальным гелем. Пока я произвожу опил, зачисточку и всякое такое, я хочу рассказать, почему же я все-таки решила его доложить. То есть будет не хватать немножко по бокам после нашей зачистки. И я решила вернуть то, что я срежу и счищу, по причине того, что после зачистки, возможно, произойдет так, что ноготь снова начнет врастать. Потому что он достаточно быстро возвращает себе арку. То есть пока я обрабатывала пальчик, клиентка уже стала говорить, что она чувствует, что он начал снова сжиматься. Так как ее натуральные ногти имеют очень сильную арку. То есть у нее свои очень арчные, прям вообще просто идеальные, как будто смоделированные. Просто форма овала, я их в торец что-то не додумалась показать. Ну, в общем, они вот такие. Дабы избежать повторения нашей ситуации, которая была, я решила запротезировать с оттяжкой бокового валика. То есть я буду выкладывать гель, оттягивать валик, парамеризовать одну сторону и то же самое делаю с другой стороны. Можно было бы сработать тейпом, но я не вижу в этом необходимости. Здесь совсем крохотный кусочек, который нужно достроить, и я справлюсь здесь пальчиками. Титановый нить, соответственно, мы больше ставить не будем, потому что пальчик снова будет топырить в разные стороны. Нам этого не нужно, потому что получились гематомы. И это, ну, как сказать, ну, не критично, но и вроде как не классно, да? То есть не хотелось бы такого повторения. Ну, как говорится, учимся только на своих ошибках. Вот до такой степени у нас получилось подзачистить. Дальше технической возможности не было, поэтому приступаем к протезированию. Стандартно наносим базу тонким слоем и отправляем на просушку. Дальше нужно будет сработать очень технично. Во-первых, берем гель. Это Рекавери. Я уже, по-моему, его показывала. В основном мы работаем этим гелем. И выкладываю я его, ну, или силиконовыми кистями, или вот так вот апельсиночкой. Короче, чем-нибудь жестким надо его выкладывать, потому что он очень такой тянучий, как сахарная паста для депиляции. Что-то в этом роде. В общем, кладем внахлёст на натуральный ноготь. И в этот момент левой рукой, безымянным пальцем я оттягивала валик и приложила лампу. Это, к сожалению, заснять не получилось, потому что было очень сильно неудобно делать это над камерой. Но, в общем, и с другой стороны я манипуляцию повторю. Оттянула, просушила, и дальше уже обычная база. Я немножечко дострою архитектуру, буквально слегка, и то с целью просто соединить вот эти вот два боковых кусочка. И вы, конечно, спросите, почему я не сделаю это тем же самым гелем. Я это не делаю тем же самым гелем, потому что это банально неудобно. А гель для протезирования у него есть преимущества по сравнению с обычным гелем. Он идет антибактериальный, профилактический противогрибковый эффект имеет. В общем, самое то для того, чтобы протезировать пустоты. Он легко пилится и прекрасно носится. И самое главное, он прозрачный. Это значит, что мы будем наблюдать. Не забываем про фрезы малышки, когда нужно подпилить труднодоступные места. Это у меня твердосплавное. Ну и после этого смотрим, что же у нас тут получилось. А получилось у нас так, что кусочки вот эти, которые мы нарастили, они абсолютно прозрачные. Это значит, что нам легко будет контролировать. Клиент предупрежден, вооружен, взят на контроль. И если что-то вдруг пойдет не так, она знает, что она может написать, и мы ее вне очереди, в экстренном порядке примем. Потому что у нас серьезная цель, нам нужно вернуть ноготули, чтобы все было красиво. Ну а на 9 пальчиках я сделала маникюр цветными базами и немножко фольги отпечатала, как вы видите. Вот так выглядит ноготок. А кожа отодвинута с помощью геля, то есть он не даст ей встать на место, но даст отрасти нашим боковым стенкам. Ну а с вами была Алена, пока-пока, до новых встреч и не забывайте оставить комментарий и лайк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok